Добрый вечер! У нас сегодня заключительная встреча, но этот цикл был из четырех встреч, но они не связаны друг с другом, но они теперь можно начинать с последней, не бывших предыдущих, ничего страшного. И сегодня цикл, который называется «Школа молитвы». Мы поговорили не только про молитву «Шарайон Кипур», поговорили и про философию этих праздников, и вообще про устройство еврейской молитвы, про историю ее поговорили. И сегодня наша тема – это молитвы «Юм Кипура». Мы заблаговременно встречаемся еще перед Роша Шана, но мне кажется, это очень хорошо, потому что Роша Шана – это начало периода, который называется «Осерфи Мейджува» или по-русски «10 дней раскаяния». То есть это единый цикл, мы с вами когда говорили на первой встрече, про то, что на самом деле все осенние праздники, они длятся в 22 дня. Это единый цикл, он связан с сельскохозяйственными циклами на Ближнем Востоке в древности и с устройством еврейского календаря, когда старый Новый год накладываются друг на друга. То есть завтра вечером Роша Шана начинается Новый год, но старый год еще не заканчивается. Старый год закончится только в конце «Юм Кипура». Потому что это связано с тем, что у нас лунно-солнечный календарь, год это явление связано с солнечным циклом, примерно 365 дней, а 19 лунных месяцев они на 11 дней короче, чем один солнечный год. Поэтому, соответственно, нам нужно еще, чтобы дойти до времени, когда от прошлого Рошана пройдет год, это будет на исходе «Юм Кипура». И вот этот период Рошана открывает период «10 дней Раскальния» и заканчивается этот период как раз, собственно говоря, «Юм Кипуром». Поэтому, мне кажется, очень уместно поговорить о «Юм Кипуре» перед Рошана. Я попробую по-другому построить это наше сегодняшнее занятие, чем предыдущее, потому что, во-первых, не надо бежать в музей, и у нас мы чуть-чуть более гибкие по времени, а во-вторых, в прошлый раз я попытался ихнуть слишком много всего, и мне кажется, что нужно поступить иначе в этот раз. Я хочу сначала постараться максимально коротко рассказать про суть «Юм Кипура», точнее про суть молитв «Юм Кипура». Все молитв «Юм Кипура» посвящены, по большому счету, одной теме, которая называется «Тшува». «Тшува» переводят как «раскаяние», более точный перевод от слова «возвращение», «ла-шув» – «возвращаться», «шав» – «вернувшийся», «Тшува» – это «возвращение». Поговорим сегодня, что такое «Тшува». Но все молитвы «Юм Кипура» идут вокруг этого процесса. Сам день «Юм Кипур» называется «Кипур» – это «искупление», это день, когда Бог искупает грехи еврейского народа и всего человечества, и этому этот день посвящен. Я буду пользоваться вместо «Тшува» термином «раскаяние», хотя он на самом деле не соответствует, но так, мне кажется, уже в русском языке сложилось, что во всех книгах и везде переводят «Тшува» как «раскаяние», я тоже буду им пользоваться. Я сегодня хочу, как мы уже делали, ранее обратиться к нашему великому мудрецу, философу и систематизатору Аллахии Рамбаму Рабиму Шебен Маймону, который нам сегодня тоже поможет разобраться в сути «Юм Кипура» и в сути молитвы «Юм Кипура». Я протестирую несколько отрывков из законов раскаяния Рамбама. Это его аллахический труд, Мишне Тура, самый большой подъем, который написал в жизни, и там есть в том числе законы «Тшувы», законы «раскаяния». Пишет Рамбам так, что такое полное раскаяние? Что значит, человек сделал какую-нибудь гадость и раскаялся? Что значит, он полностью раскаялся, не полностью раскаялся? Что значит, вот как надо раскаялся? Если тому, кто раскаялся в каком-либо грехе, предоставилась возможность снова совершить его, но раскаяние удержало его от этого, а не страх и не бессилие. Например, если человек когда-то находился в преступной связи с женщиной, вдруг снова оказался наедине с ней и любит ее по-прежнему и телом крепок, и происходит это в том же месте, где когда-то было совершено прерыводеяние, и все же он удержался от греха, это полное раскаяние. С Рамбам, ну, это здесь очень конкретное определение, что человек исправился. Это касается, кстати, не только индивидуальных людей, это касается и народов, страна, в которой был какой-то режим преступный. Они говорят, мы раскаялись, мы теперь изменились. Если человек, страна, общество, группа людей попадают в такую же ситуацию, и они могут совершить такое же преступление, но не совершают его, поскольку они раскаялись, поскольку они совершили душу, то это проверяется на практике. То, что в русском языке есть такой термин «деятельное раскаяние», то есть когда не просто раскаяние, оно подтверждается какими-то конкретными действиями. Это вот то, о чем говорит Рамбам уже тысячу лет назад. Но, однако, говорит Рамбам, если грешник раскаялся лишь в старости, когда ему уже не по силам совершить то, что он делал в молодости, его раскаяние, хотя не является полным, принимается, и он возвращается к Всевышнему, даже тому, кто грешил всю жизнь и раскаялся в день своей смерти, и умер раскаившимся, прощаются все грехи. То есть человек может всю жизнь королесить, последний день своей жизни перед смертью раскается искренне, естественно, и ему все просит, он умирает праведником. А в чем состоит раскаяние? Говорит, Рамбам грешник оставляет свой грех и удаляет его из мыслей, и принимает в сердце решение не совершать более греха. И он сожалеет о совершенном, как сказано, пропускают статы, и призывает свидетелей того, кому ведомо тайное, что никогда более не совершит этого греха. Кроме того, следует исповедоваться и выразить словами все эти мысли, все решения, которые человек принял в сердце своем. Значит, Рамбам здесь, я очень коротко скажу, тема эта практически по молитвам Киппора не философия, но у Рамбам здесь, на самом деле, есть интересный философский подход, который он черпает еще из Талуда. Есть как бы некое противоречие внутреннее, заложенное в само понятие тшувы, что человек раскаялся. Раскаяние – это всегда обращение к прошлому. В иврите это даже в слове выражается. Возвращение – это всегда не может быть возвращение вперед. Может быть движение вперед, но возвращение – это всегда возвращение назад. И получается, что человек, который раскаивается, его взгляд обращен всегда в прошлое. И он как бы уже по идее не может двигаться, он не может жить дальше, он не может смотреть вперед. Это проблема. То есть ему нужно уйти в монастырь по-хорошему. Тому, который согрешил, раскаялся – все. Теперь тебе, чтобы удержать твое раскаяние, нужно больше перестать жить вперед. Перестать жить в будущее, начать жить только в прошлое. И постоянно как бы свое это прошлое исправлять. Я придумал, может быть, радикальный пример. Не дай Бог, человек, который убил другого человека. Это тот грех, который невозможно исправить. И ты не можешь его оживить. Он может стучать себе в грудь сколько угодно и говорить, как он раскаивается, но он не вернет больше убитого. И поэтому он вынужден, его сама ситуация заставляет все время обращаться в прошлое. И он не может от этого оторваться уже, иначе он перестанет быть раскаившимся. Это некий внутренний конфликт, внутреннее противоречие, которое заложено в сам этот процесс. И философия, мировая философия, еврейская философия занимается этой проблемой веками. В том числе Рамбом занимался этой проблемой. И Рамбом есть то, что он пишет здесь, что он пишет в других своих трудах. Значит, он делает такой интересный синтез из двух подходов. Значит, первый подход, который я сказал, что человек постоянно уходит в монастырь, человек постоянно смотрит только назад. А другой подход, это подход, который, может быть, я сейчас упрощаю для иллюстрации, это подход, который популярен в современной психологии. Когда, наоборот, ты должен отказаться от чувства вины, ты должен жить вперед, ты должен смотреть в будущее. И поэтому задача, с точки зрения многих современных философов человека, задача человека заключается в том, чтобы, наоборот, отказаться от прошлого, сбросить в себя груз вины и устремиться в будущее. Естественно, нормальные философы, они не такие глупые, поверхностные, чтобы сказать, что нет, можно кого-нибудь там убить и потом жить радостно. Но, как бы, вектор, есть один вектор, который все время движет человека назад, когда он что-то совершил неправильно, а другой вектор в философии, который движет, говорит человеку все время наоборот, устремить свое движение все время вперед. Рамбом делает хитрый ход. Он берет оба этих вектора, ни от одного из них не готов отказываться. И он говорит, что человек должен принять на себя то, что называется Швалахенши Нуйше, изменение имени. Он говорит, что я другой человек, согрешившего больше нет, он остался в прошлом, я новый человек. Я согрешил, я раскаялся, я чист, я того человека больше нет. Он как будто бы меняет имя, его теперь как будто бы зовут иначе. Но при этом, говорит Рамбом, он должен принять на себя ответственность, не вину, а ответственность за совершенные поступки. И это вот сочетание изменения, то, что я теперь новый человек, то есть я усерден в будущее, я продолжаю жить, но при этом я несу на себе груз ответственности, в отличие от груза вины, то это, можно сказать, в этой философии Рамбом. Он говорит, так делается от Швалахенши. Разница между виной и ответственностью, то, что ответственность опять же двигает человека вперед, вина тащит человека назад. Потому что чувствует себя виноватым. Может, я тоже попробую объяснить, я слышал, есть такой современный израильский философ, которого я очень люблю, не могу сказать, что во всем согласен, но он большой мыслитель и очень интересный спикер, профессор Ави Саги, он в Барване, профессор Барвановского университета, занимается еврейской философией. И я от него слышал, не от него, но его лекции слышал, слышал такое интересное объяснение, на котором можно проиллюстрировать эту идею Рамбома. Представьте себе, я сделал кому-то какую-то гадость, сделал прям нехорошее что-то, прям отвратительно поступил. Теперь я, скоро ёмкий пур, перед ёмким пуром, в Фейсбуке писать, прошу всех прощения, но мне так не хочется, я делаю понормально, я подхожу к нему, говорю, слушай, дорогой, извини, я сожалею. Я сожалею, я поступил неправильно. Другой вариант, я подхожу к нему и говорю, я прошу у тебя прощения. Говорит профессор Рамбисаки, есть принципиальная разница между тем, что я говорю, я сожалею, и тем, что я говорю, я прошу у тебя прощения. Это два разных процесса. Потому что, когда я сожалею, я передаю ему свои ощущения. Я у себя внутри чувствую сожаление. Что ты чувствуешь, мне плевать. Меня это мало интересует, какая разница. Я-то сожалею, я с тобой делюсь моим чувством. Когда я прошу прощения, я обращаюсь к нему с просьбой совершить определённый поступок, простить меня, что-то внутри у себя сделать. Это моё обращение к его чувствам, а не к моим чувствам. Это большая разница. Иногда люди делают гадости, потом говорят, извини. Это формальный такой подход. Это, может быть, частая игра слова. Человек может сказать, прошу прощения, извини. Я зажалею, это не всегда коррелирует с тем, что сутью сказанного. Это бессмысленный поступок. Написать в фейсбуке, прошу всех прощения, передаем кипуру. Что это? Грех в иудаизме – это разрыв диалога. То есть, у человека есть, например, диалог с Богом. У него есть какая-то связь, какая-то, как бы, я смотрю, как будто бы Богу глаза в глаза. И когда я грешу, то есть, он мне говорит чего-то, не делай чего-то, а я это сделал. То, значит, я, как бы, тем самым, я опустил взгляд. Я разорвал вот этот диалог с Богом. Я в этот момент с ним не разговариваю. Рабу Царту Кокоин и Зублин, был кавеликий хасидский рабе, он дал очень интересное определение в своей книге этому. Он говорит, что вообще никто не грешит намерен. Люди не делают гадости специально. Люди делают гадости, потому что они просто, ну, или не знают, что это гадость, что так делать мне не стоит. Или они знают, но они забыли. Вот в этот момент человеку так хотелось что-то сделать, или так хотелось что-то съесть, или так хотелось вот наступить кому-то на ногу в трамвае. Вот он не удержался. Вот очень приятно было. И он в этот момент, как бы, он не совсем находится в сознательном состоянии. Не на 100%. На 99%, может быть, он сознательный, не на 100%. И он говорит, что это как забывчивость такая. И потом, значит, когда я грешу, то я разрываю свой, когда я грешу по отношению к Богу, то я как бы разрываю свой диалог с Богом. А когда я грешу по отношению к человеку, то я тоже разрываю, если бы я в этот момент думал, а как он себя чувствует, а как это он воспримет, тогда я бы так не поступил. Но в этот момент, когда я это делал, я заставил себя, или, может быть, так получилось, не думать об этом. И поэтому я так поступил по отношению к нему. Поэтому, соответственно, исправление – это восстановление диалога. Когда я прихожу к нему, я прошу тебя меня простить. Прошу у тебя прощения. Я как бы заново… Это, может быть, сложный диалог. Он может годами выстраиваться потом, а может быть, никогда уже не выстроится. Но я пытаюсь… Суть моего поступка в том, что я пытаюсь заново выстроить диалог с Богом, а диалог с Богом в удаизме всегда выстраивается через диалог с человеком. Потому что невозможно… Мы сейчас это дальше увидим у Рамбома. Он приводит как закон, как Аллахум. Невозможно выстроить отношения с Богом, если ты не выстраиваешь отношения с людьми. Иудаизм не работает, иначе. У нас нет такого пути – уйти в монастырь, уйти в горы, уединиться, выйти из социума и общаться там с Богом. Это не тот путь, который у евреев приемлем. И отношения с человеком, в том числе, выстраивает отношения с самим собой. Потому что я тоже человек. И поэтому в Йемки-Пуру мы как бы заново выстраиваем… Перед Йемки-Пуру мы просим прощения друг у друга. И в Йемки-Пуру мы заново выстраиваем диалог с собой, диалог с Богом. Это наша работа в Йемки-Пуру, этому посвящены все молитвы. Значит, рабом… Я коротко не буду читать весь отрывок. Он говорит, что хотя раскаяние и мольба действенны всегда, в десятидневный период от Рошана до Йемки-Пуру они имеют особую силу и принимаются сразу. То есть, он говорит, что это период вот этих десяти дней раскаяния, это период некой близости между человеком и Богом. И если человек как бы не использует эту возможность, когда ко мне кто-то приходит и говорит, я прошу у тебя прощения, или кто-то хочет, чтобы я против моего прощения, хочет восстановить отношения, он специально ко мне приходит, а я отворачиваюсь, я как бы не обращаю на него внимания, это некрасиво. Так не надо поступать. И поэтому в десять дней раскаяния интеллигентные люди как бы, да, обращаются к этой возможности, если они, соответственно, живут в рамках этих взглядов, в рамках этой веры. Потому что, может быть, другие люди не воспринимают эти дни таким образом. И последнее, что я хочу прочитать сейчас у Рамбома, это важный момент. Раскаяния и Йемки-Пуру скупают только вину перед Всевышним, например, вину того, кто ел запрещенную пищу или совершил прелюбодеяние. Но тому, кто виновен перед другим человеком, например, нанес ему телесное повреждение или проклял его, или ограбил, грех не проститься во век, если он не заплатит ближнему то, что тому причитается и не помирится с ним. Даже тот, кто уже заплатил пострадавшему положенное, должен спросить его прощения. Даже тот, кто обидел ближнего только словами, обязан просить, чтобы тот его извинил. Если обиженный все же не прощает, виновный должен привести трех его друзей, и те попросят за него прощения. Вновь не простил, обиженный приводит еще трех друзей, если это не помогло, еще трех. Если на третий раз обиженный не простит обидчика, то не обязан более простить прощения, и не желавший простить несет вину на себе. Если обиженный был учителем обидчика, тот должен просить прощения, если понадобится тысячекратно до тех пор, пока учитель не извинит его. Один раз, интересно, я присутствовал в такой ситуации, когда в Евросалиме в синагоге двое пожилых людей, за 70, они, я не знаю, из-за чего, с ними незнакомые поругались. Просто была ситуация, когда в синагоге один из них с тремя другими подошел к нему, три раза попросил прощения, а тот три раза отказался его прощать. Я сделал то, что я должен был сделать. Неприятная ситуация, тот ее не простил. Но это, я не уверен, что так это работает, нужно, как бы, если действительно он виноват, и он действительно его чем-то обидел, то нужно стараться, видимо, как-то более это сделать. Не только формально, но и... Ну, нужно всяко прощать. Кому спросят прощения, очень важно уметь прощать. Не всегда получается, не всегда это возможно, но это очень важно, это снимает с нас большой угроз. Это коротко про философию Ёмки-Пор. Про философию, наверное, молитвы Ёмки-Пор. Потому что философия Ёмки-Пор, она, конечно, намного объемнее. И даже какой-то один подход к философии молитвы Ёмки-Пор. Теперь давайте, значит, пройдемся по... У нас есть молитвенники. Мы не будем листать сегодня весь молитвенник, потому что, как выяснилось, во-первых, не очень удобно, потому что здесь не размечены разные части молитвы. И то, что я вам говорю, что это то, это то, а потом это... Тут не запишешься, запомнить сложно. Поэтому попробуем пройтись по порядку молитв Ёмки-Пора. И какие-то вещи, которые я себе выписал, как мне показалось, они основные, наиболее важные. Хотя это исключительно так мне показалось. Может быть, другие вещи покажутся вам более важными. Значит, во-первых, до того, что мы читаем, есть обычай облачаться Ёмки-Пор в белую одежду. А белая одежда — это символ чистоты. Это необязательно. Некоторые люди прямо думают, что это такой закон, что нельзя в Ёмки-Пор прийти в снагогу не в белом. Это не так. Можно в любой одежду прийти, в чем угодно. Ну, прилично одетым. Но есть обычай носить в Ёмки-Пор белую одежду, что мы как бы очищаемся, мы верим, что Бог нас простит. Молитва Ёмки-Пора заканчивается тем, что мы уверены, что нам сделает шуму, Бог нас точно простит. Есть специальная одежда, которую у мужчин принято надевать в некоторых общинах, не у всех. Это называется китл, такая белая халата. И тоже у мужчин принято в течение всего Ёмки-Пора облачаться в таллид, в молитвенное покрывало, чего мы не делаем на протяжении остального года. Обычно мы облачаемся в таллид только на утреннюю молитву, но в Ёмки-Пор и вечером сначала до конца Ёмки-Пора молятся, облачаясь в таллид. Это святой день, это как бы мы. Идея всего этого, помимо того, что символизирует чистоту, в Ёмки-Пор мы как бы говорим, что мы как ангелы. Мы не грешим, целый день проводим в синагоге, молимся, просим Бога нас простить. Мы ничего плохого не едим, не пьем. Каббалисты есть, я не советую так делать, но есть каббалисты, которые весь Ёмки-Пор стоят по стойке смирно. Они не садятся сутки, 25 часов. Это опасно, можно получить травму позвоночника. Почему? Потому что как ангелы, ангелы не сидят, ангелы стоят, называется пророк стоящий. Стоят на месте, у них одна нога. Есть те, которые весь Ёмки-Пор стоят. Я не видел кого-то, кто сегодня стоит по стойке смирно, я знаю в Иерусалиме. В любой синагоге можно встретить людей, которые весь Ёмки-Пор стоят и не садятся. Таких достаточно много. У меня проблемы со спиной. Я так не пробовал делать, я не выдержу. Значит, это обычаи того, как защитить себя в синагоге. Ёмки-Пор – это сухой пост, который длится больше суток, 25 часов примерно. Важно заметить, что люди, у которых есть заболевание, которым опасно поститься, поститься не должны, более того, не имеют права поститься. Надо обратиться сначала к врачу, потом к импетентному раввину. Если у вас есть какое-то заболевание, у врача выяснить, можно ли вам поститься в принципе. Потому что иногда человеку нужно есть как обычно, и это опасно, если он не будет есть как обычно. А иногда кому-то нужно обязательно есть, можно не есть, но нельзя не пить. А кому-то можно есть, но по чуть-чуть. Если он будет есть по чуть-чуть, это тоже нормально. Это нужно выяснить у врача, в чем заключаются проблемы и какие предписания. А потом с решением врача уже, потому что раввин некомпетентен ставить диагноз, наверное. Некоторые на этом грешат, но это неправильно. Раввин не правил. Раввин может сказать, с точки зрения лохи, как вам нужно себя вести. В случае сомнения мы всегда устражаем. А устражение – это не поститься. Если человек сомневается, может быть, поститься опасно, то на всех ключах не поститься. Но на всех ключах действительно есть реальные опасения. Поститься бывает тяжело. Это не страшно, если все постятся каждый год. Был известный случай. Расскажу, я не помню, рассказывал вам здесь или нет. Был великий раввин Раввис Роис и Лантер. Был раввином в Вильнюсе, основатель движения «Мусар», движения еврейской этики. Похоронен в Калининграде. Раввис Роис и Лантер жил в конце 19-го, начале 20-го века. И во время Первой мировой войны была эпидемия холеры. Нет, не холеры. Тифа, по-моему, в Вильнюсе. И было опасно поститься, потому что кто-то постится, он слабеет, у него больше шансов заразиться. И многие евреи, как обычно, привыкли, не могут не поститься в Киппор. Всю жизнь они постились, их родители, бабушки, дедушки. Ну, я же здоровый человек, почему мне не поститься? Раввины сказали, что нельзя поститься в этот Киппор, потому что это опасно, потому что если ты можешь заболеть и умереть, то это тоже опасность. Так что сделал Раввис Роис и Лантер? Он посредине молитвы Йом-Кипура в синагоге вышел на биму, вышел на возвышение цвятоктора, достал бокал вина, достал лейках, и сделал при всех кедуш и выпил вино, съел лейках, и сказал, что евреи, ешьте, пейте вен в этот Йом-Кипур. Сделал так, чтобы никто не сомневался, что вот великий Раввинг, он ест, не более святый, чем он. Это важный пример такой. Значит, молитва Йом-Кипура начинается с, она начинается очень интересно, с чего-то непонятного, с молитвы Кольни Дрей. Очень известная молитва, есть мелодия, можно послушать, есть в интернете записи, можно через неделю из небольших синагоги будет послушать. Очень красивая мелодия, традиционная молитва Кольни Дрей. Она находится на странице 24 из этих книг. Теперь на самом деле, и часто люди плачут, когда читают Кольни Дрей, но на самом деле Кольни Дрей – это текст на арамейском языке, который говорит о освобождении от обетов. Это не молитва, в которой о чем-то просят, это просто есть обычай, древние обычаи, еще из Вавилона, 24 страница. Да, черт, и 25-я. Значит, есть древние обычаи перед Рошина и перед Йом-Кипуром освобождаться от обетов. Потому что часто люди дают обещания, потом их не выполняют, в Йом-Кипур мы раскаиваемся, но если мы что-то пообещали сделать, мы же не имеем права это раскаяться и не сделать. Поэтому нужно освободиться от обетов, и мы всей общиной освобождаемся от обетов. С этого начинается молитва Кольни Дрей. Значит, еще перед тем, как начать освобождение от обетов, произносят интересную фразу. «Альдата маком, в конце 24 страницы, в альдата акааль, ваишивашельма, ваишивашельмата, ану материм литпаленима апареним». Значит, с разрешения Бога и с разрешения общины в высшем суде и в низшем суде мы разрешаем молиться с преступниками. Дело в том, что есть такая процедура, как хэром, отлучение от общины. Бывало, что это очень большие проступки, люди отлучают от общины, как, например, самый известный, наверное, человек, на которого ложили хэром, это был барок Спиноза, менедик Спиноза, который отлучили от общины. Но в Йон-Кипур все впускают синагогу. Есть другие версии всякие, откуда… Есть куча версий, откуда… Я не знаю, на самом деле, я никогда не занимался исследованием истории этой молитвы. Это большая тема, и куча исследователей занимаются. Есть версии, что… Обычай говорить, что Кольни-Дрэй появился вообще из-за испанских евреев, которые крестились в 1492 году, когда евреи признали из Испании. А потом они приходили в Йон-Кипур на синагогу. Но я слышал какую-то лекцию, и там говорили, что это не так, неправда. Она более древняя. Есть разные версии, что это за отступники такие, к которым мы разрешаем зайти в синагогу. В любом случае, в Йон-Кипур почему-то так сложилось из древности, что очень много людей приходят в синагогу, те, кто ее весь год не посещает. Некошерные евреи тоже приходят. Всем добро пожаловать. Интересно, что два раза в году мы так делаем. Один раз в Йон-Кипур, и один раз… У нас с этого начинается… Примерно по сути, по смыслу с таких же слов начинается пасхальный седр. Мы говорим, вот хлеб бедности, который ели наши отцы в Египте. Каждый, кто хочет, пусть придет и поест. Мы всех приглашаем к себе за стол. Каждого. Кошерные, некошерные… Мы говорим, на пасхах всем добро пожаловать. На пасхах всем добро пожаловать. Мы говорим, всем добро пожаловать. Интересно, почему так… Это все обычаи. Это не… Так сложились традиции двух этих праздников. Значит, в конце молитвы Кольни Дрей произносится благословение Шейх Януев. В конце 25-й страницы. Это важное благословение. Благословение – это Господь Бог наш, Владыка Вселенной, который даровал нам жизнь и поддерживал ее в нас, и дал нам дожить до этого времени. Это радостное благословение, которое произносится в какие-то особо важные радостные события. В том числе, его произносится во время Кедуша во все праздники. Потому что мы радуемся, что настал праздник. В Ёмки-Пур мы Кедуш не делаем, потому что это пост. И поэтому мы просто произносим благословение. Это радостное благословение. И моритва Каллидре заканчивается очень радостным моментом, что мы радуемся. Это пост, но важно понимать, что Йом-Кипур часто воспринимают как траурный день, но это праздник. Мы радуемся наступлению Йом-Кипура. Это Йом-Кипур важно радовать. Значит, вечерняя моритва Йом-Кипур, я не буду ее разбирать, она, в принципе, по сути, ничем не отличается от других вечерних моритв, субботы, праздников, прошлое Шана. Я хочу только показать вам две вещи в этой вечерней молитве. Первая из них находится на странице 38. Это ведуй. Ведуй – это исповедь. Это одна из главных заповедей этого праздника. Как мы читали у Рамбаму, что человек, который согрешил, и он раскаивается, он должен исповедоваться перед Богом. Это заповедь из Торы. Я прочитаю немножко Рамбаму опять же. Здесь Тора говорит об исповеди в словесной форме. Произносить такую исповедь, предписывающую заповедь Торы, исповедуется так. Боже, грешен я перед Тобою, виновен, преступен, совершил я то-то и то-то, я раскаюсь в своих поступках, остыжусь их и никогда более не поступлю так. Это основа исповеди. Но всякий, кто развивает эту формулу и умножает свои покаянные молитвы, заслуживает похвалы. И эту молитву, поэтому молитву ведуй, в которой перечисляют, собственно говоря, по алфавитному порядку. Мы не исповедуемся перед людьми, наоборот, это считается нехорошо. Если мы сделали гадость кому-то, то можно прийти к нему и сказать, извини, я непорядочно поступил по отношению к тебе. Но если я, например, человек съел некошерное что-то, и прийти в синагоге и сказать, ребята, я съел вчера такой чизбургер, я раскаиваюсь. Это некрасиво. Поэтому мы не исповедуемся перед людьми, мы исповедуемся только перед Богом. Кроме Бога никого не должны интересовать наши грехи. Это важный момент в аудеизме. То, что спрашивают, человек религиозный или нерелигиозный. То, что человек непорядочно ведет дела, он кого-то обсчитал, он кого-то обманул. Это тоже часть нашей религии, это тоже запрещено. И это то, что имеет отношение к обществу часто. То, что человек, насколько он соблюдает шаббат, насколько он соблюдает кашрут. Это очень важная часть аудеизма, но это его личное дело. Это, как правило, не вопрос других людей. Как вы говорите, что религиозный, а он и религиозный. Это каждый в состоянии сам для себя определить, как ему правильно поступать. И поэтому мы исповедуемся в этих грехах, мы исповедуемся исключительно перед Богом, а не перед людьми. Значит, здесь они короткий виду, а, да, значит, да, перевели. Вот, в конце 38-й страницы. Ашамну богатну мы виновны в том, что предавали, грабили, изрекали кулу, водили других в соблазн, делали в злодеянии и так далее. Идея в чем? Мудрецы придумали хитрый ход. Каждый человек, у него есть длинный набор грехов. Теперь, в принципе, по идее, каждый человек должен был произносить свой, как сказать, свой список. Сесть передем к Киппуру и сделать себе такой длинный-длинный список, что я в этом году нагрешил. Проблема, что это неудобно. Потом мы далеко не все помним. И они сделали просто в алфавитном порядке универсальный список грехов. Человек, который знает за собой какие-то грехи, которые здесь не упомянуты. Здесь более-менее все упомянуто. Может, как бы, про себя еще в чем-то раскаяться отдельно. Или иметь в виду, что когда он говорит какое-то разновидность, что вот я, это да. Это вот и тогда. Это вот я нагрешил, так не грешил. Но идея, мне кажется, это очень интересный такой феномен, что просто по алфавиту, и это есть сначала маленький вид, вот на 38-й странице, от алиф до таф, от первой до последней буквы алфавиту, начинается с ашамного, заканчивается с слова титаном. А дальше есть большой видуй, на 39-й странице, альхет, да, грех, который мы совершили перед тобой по принуждению по собственной воле, грех, который мы совершили перед тобой по закоснялости сердца, грех, который мы совершили перед тобой по неведению, и так далее, и так далее, и так далее. несколько страниц длинный большой виду который читается только вимкипур у нас принято читать только вимкипур в котором мы подробно подробно перечисляем всякие виды грехов как каким по какой причине мы их там совершаем и так далее и таким образом человек с одной стороны точно произнесет как бы сделал исполнен заповедь виду и произвели исповедуется перед богом с другой стороны никому не обиду все произнесли один тот же список и самый большой праведник и самый последний злодей все очень-очень хорошие по моему хорошие значит это это первый первый момент который есть значит виду и произносится после все после всех молитв в емкипур более того он произносит еще в манит в мюнхав канун емкипура мои доктор читается в канун праздника 1 виды чтобы до праздника уже тоже исповедоваться и когда повторяют амиду то есть есть разные обычаи между ашкенадскими сифардскими итальянскими и общинами в какие молитвы при повторении амиды тоже читать у нас принято уж кинозов что во все молитвы при повторении амиды читают виду и в вечернюю молитву у нас нет повторения виды поэтому просто читаем виду еще раз после в ходе вечерней молитвы мы читаем его соответственно читаем его 11 раз 10 раз 5 молитв у нас есть в емкипур в каждом это мы читаем дважды 1 раз когда своя индивидуальная молитва 11 когда картер повторяет все общение за праздник мы исповедуемся 10 еще еще один момент который хочу обратить внимание в вечерней молитве она длиннее чем обычно в шаббатах праздники потому что значит на странице 45 начинаются молитвы слихот который вставили здесь вечернюю молитву пару слов буквально слихот это покаянные молитвы которые начинают читать перед роша шана и читают до конца емкипура сифарды начинают читать эти покаянные молитвы за месяц до роша шана сначала месяц идуль ашкеннадские евреи нам лень так долго читать зато у нас сами мы начинаем за неделю минимум за четыре дня до роша шана он исходишь последнего шаббата если он больше чем 4 до роша на и читаем сегодня утром читали завтра будем читать 10 дней раскаяния и в емкипур и поэтому в вечернюю молитву в емкипур тоже есть вставили слихот ашкеннадских евреев принято в емкипур слихот читать только в вечерней молитве и потом в последней молитве праздника молитвы на ила только два раза мы читаем это по сути что такое слихот это древние стихи как и как и все другие пьют и которые мы читаем в емкипур я просто разговаривал может не все слышали слышали есть такой жанр еврейский литургической поэзии называется пьют и напьют от слова как поэт поэзия от этого же корня происходят это тексты которые появляются в начале нашей нашей эры где-то в первые века нашей эры основа основные пьют и написано в четвертом тире шестом веке нашей эры главные авторы пьют of этой лазар калир и янай мы не знаем кто они были когда они жили но они были выдающиеся поэты хотя все их не очень любят их дико сложный иврит их очень сложно читать еще сложнее понимать но и пьют и продолжали писать и в средние века вплоть до там место в девятом в десятом в одиннадцатом веке очень много написано текстов приютов не все из них естественно вошли в нашу молитву изначально приют описались как добавление к молитве потом они стали замещать собой молитву а потом они вернулись как бы стали частью молитва теперь нужно понять такую простую вещь что есть еврейская молитва мы про это говорили втором уроке даже в разные наши исторические периоды по-разному немножко была устроена структура одна и та же всегда но сама молитва она развивается постоянно и продолжает развиваться и значит сегодня мы у нас молитв больше и поэтому не можем прочитать так много пьютов потому что это мы там весь шаббат проводили больше 100 до вечера в синагоге чтобы все их успеть прочитать в ёмки-пур было принято во многих общинах что весь ёмки-пур и сегодня в многих общинах принято что весь ёмки-пур проводят синагоги в ёмки-пур утром приходят синагогу в конце праздника уходят домой днем не идут мне очень нравится вешива так делают например молитва растягивает на весь день и ты как бы меньше устаешь но не чувствуешь голубь потому что весь день занят перед днем не всегда применять куда себя девать ни туда ни сюда и поскольку в ёмки-пур мы не у нас нет трапез там не нужно идти домой садиться за стол у нас нет проблем и никто не идет на работу мы можем молиться до купения мы можем молиться сколько угодно и поэтому традиция сохранилась сохранилась традиция читать ёмки-пур очень много пьютов действительно столько пьютов сколько есть в ёмки-пур нет больше ни в одной молитве в году поэтому она такая длинная нужно понимать что обязательная часть молитвы ёмки-пура она не такая длинная она совсем не длинная где можно прочитать очень быстро пьют и это 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 традиция это обычай это очень важно обычай но например есть там делать молитва в доме престарелых здесь наладить людям тяжело так долго так долго сидеть в синагоге здоровье не позволяет поэтому молитву ёмки-пура можно сокращать в десятки раз она может длиться час спокойно можно успеть за час всю молитву ёмки-пура легко если надо можно еще быстрее успеть и просто то что у нас принято что мы воспринимаем как молитву ёмки-пура в основном это более позднее наслоение то это вот как раз те сами пьют это текст и слехот это тоже текст и это поэтический текст текст и пьют и ни в коем случае неправильно это очень важная текста это наша святая важная традиция ни в коем случае никак не пренебрегаю в разных жизненных обстоятельствах бывают разные ситуации и нашу молитву можно сокращать и удлинять в в в ходе в ходе слехот есть самая важная часть которая будет тоже и в мариф и на еду на на странице 49 например это 13 качестве милосердия это вообще как бы хороший совет людям которые ходят с ногу слихот здесь не просто вы читает очень быстро человек который хочет прочитать слихотные грители и он не читает их много лет нереально успеет в юг-кипур тоже часто я ничего не был здесь на форуму часто с наголок так быстро читают тексты что и в переводе тоже очень сложно поспеть и люди начинают гнаться на перегонки с кантером догнать кантера это не нужно делать это бессмысленно потому что молитва превращается в какой-то спортивный бег на перегонки теряется вся суть молитвы и в этом нет никакого логического смысла это совершенно необязательно поэтому еще раз как мы говорили на прошлом уроке молитесь в комфортном для вас темпе не обращайте внимание на то что происходит это ваш разговор с богом кто-то разговаривает быстрее кто-то медленнее кто-то так как вам комфортно есть вещи которые важно прочитать вместе с общиной это в том числе 13 качеств милосердия это текст который это текст из торы текст который сорок девятая страница он появляется в торе после греха золотого тельца когда бог не нравится на еврейский народ за как бы главный грех еврейской истории и муж и мы сей просит у бога простить евреев и тогда бог дает раскрывать ему 13 качеств божественного милосердия то есть это говорится потому что мы верим что бог милосердия что бог прощает грешника это очень важно потому что люди которые горжат одна из главных проблем что я уже не исправлюсь на это человек начинает ощущать что я уже ну может мои дети будут хорошим я уже плохой я уже неисправимый это не это неправда это противоречит нашей нашей вере наша вера то что бог человека прощает если человек искренне раскаивается исправляет свои грехи то есть он кого-то там ограбил должен вернуть естественно и так далее как как все к граммам пишет то бог человека прощает и это 13 качеств милосердия вот значит адуна адуна и эра кумба ханун араха паймеров хеса тваймет и так далее бог царь высадающий на престоле милосердия поступающий милостиво прощающие грехи своему народу господь господь бог милосердия милостиво терпеливый великий в милости истине сохраняющий милость для тысяч покорений прощающий нечесть нечесть преступления грех и очищающий вот собственно говоря 13 качеств милосердия важно прочитать их вместе с общиной если получается я хочу я забыл сказать важную вещь можно сказать про молитву тоже я хочу вернуться немножко назад на двадцать восьмую страницу главный еврейский текст это шмайсраэль шмайсраэль это не совсем молитва это тоже текст истории значит это декларация веры слушай израиль господь бог наш господь един господь один запад читать эти слова утром и вечером и после них читается шепотом обычно барук шемк воду на фото на поэт благословенно славное имя царства его веки веков один раз в году даже один день году два раза вечернюю утреннюю валитву мы вместо того чтобы представить слова шепотом мы читаем их громко все общины есть много объяснений этому обычаю одно из них то что почему мы весь был приносим шепота потому что это слова который произносит ангелы мы как бы шепчем как как бы чтобы ангелы не услышали объемки курмы сами как ангелы и мы имеем полное право произнести их громко суть на самом деле этих слов в том что это шмайсраэль это декларация веры оборучим к вот это благословенно имя слава славное имя царства его это как бы практическое проявление то что мы верим и мы просим бога чтобы его имя стало благословенно по-русски теряется смысл барух это приумножилось слово баруха как бараха на иврите благословлять приумножать есть например берах например на иврите барах это из того что бетра рейшхаф на корень бараха благословения барух благословен барах это колено почему колено называется барах потому что она делают из ноги две части до нас благодаря как барах у нас нога сгибается и становится 2 умножает это все что на иврите умножается она бетра я перепрыгиваю через давайте идет вперед я перепрыгиваю через утреннюю молитву утренний марец устроен так и как у тренева по структуре так как любая другая 3 не молитва полоков говорили что и грейском и утренние молитва настроиться как это как мы заходим в храм и потом выходим то есть внешнего двора во внутренний вот святая все-таки святых а потом выходим обратно тоже самое мы на нас есть утренние благословения те many year than the и шепотом читаем каждый один на один с Богом, мы находимся в святые святых, потом мы выходим обратно, повторяем Амеду Кантором и так далее, мы должны отойти от этого состояния, выйти из него, вернуться в наш реальный мир. Разница в Емки-Пур по сравнению с обычной утренней молитвой в том, что когда Кантор повторяет Амеду, есть много-много, ну, относительно много, есть какое-то количество приютов, больше, чем обычно, которые поют, это красиво, интересно, все это любят. Я перепрыгиваю, сейчас скажу, на какую страницу. Я перепрыгиваю на страницу 196. Поминовение усопших. Моритва Искор. Очень известная молитва. Тоже, как ни странно, это удивительная вещь еврейской традиции, что вещи, которые 196, наиболее известны, они не так обязательны, так как Кольни Дрей, например, самая известная еврейская молитва, это обычаи, которые вообще просто отпускают обеты. Молитва Искор – это обычаи, нет обязанности читать Искор. Откуда она появилась? Она появилась, достаточно древний обычай, относительно, но не этого, не эталонологического периода, это где-то в Средние века и позже. Откуда появляется Искор? У нас есть, вообще, как работает поминовение в иудаизме в двух словах. Человек, который живет, он может исправлять себя, он может расти. Жизнь всегда в динамике. Человек, который умер, он становится статичен. Его он жить не может. Но его дети, его потомки, его родственники, они могут делать какие-то добрые дела в память о нем, и тем самым как бы продолжать его жизненность, как бы давая ему его душе, это называется, возвышая его душу, как бы давая в этом мире некое продолжение его жизни. Поэтому читают Кадиш, например. Кадиш – это не поминальная молитва. Кадиш – это не слово про поминание умерших, про поминовение умерших. Кадиш говорит об Иткадельве, Иткадельше, Мэйраба. Возвеличится и освятится имя его великое. Кадиш говорит про освящение имени Бога. Мы в память об умершем, ради подъема его души, мы делаем освящаемое имя Бога в этом мире. Теперь появился в какой-то на каком-то этапе обычай давать деньги на благотворительность, благотворительность в память об умерших. Теперь, когда еврейским нищим больше всего нужны деньги благотворительные, в праздник, когда человеку нужно сесть за стол с семьей, все радуются и едят, а у него не надо что купить еду. И поэтому в еврейской традиции появилось много способов, много поводов, чтобы помочь бедным перед праздником или сразу после праздников. Поэтому появился обычай давать деньги на благотворительность бедным. Теперь, как убедить людей выделить деньги на благотворительность? А сделать это не просто так, а ради, хотя это заплатить и сторона, а ради возвышения души ваших близких. За папу, за маму. Дать садаку – это легче. Теперь, чтобы не забыли дать садаку, то начали в праздник читать поминальную молитву, суть которой, на самом деле, в чем? В том, что говорит, что и я дам, не беря на себя обеда, что я, не беря на себя обеда, я не обещаю, но я даю деньги на благотворительность ради него или ради нее. И оттуда берется молитва и скорбь. Это напоминание, не забудьте, пожалуйста, если вы еще этого не сделали до праздника, не забудьте сразу же после праздника найти ближайшего бедного и дать ему денег, помочь ему. Или там, будет вредная организация. Сегодня это все более организованно. Ну и раньше, на самом деле, в юридической общине всегда были вредной организации. Значит, это, но это стало очень важной молитвой. Стало, люди, многие приходят в емкий пурочный снагогу ради Искора. Ради того, что приходит Искор, ради того, что это важный обычай. Важно понимать, что суть молитвы и скорбь недостаточно помолиться. Ее основная часть – это перед емкий пуром или после емкий пуром. В самом деле мы деньгами не пользуемся. Дать деньги на благотворительность. В этом есть смысл. Позже появились обычаи вспоминать, когда читают Искорды не только близких, но и жертв Холокоста, и вспоминают погибших в войнах Израиля. Это есть много-много обычаев в разных общинах. После молитвы Шахарид читается молитва Мусав, как и дополнительная молитва, третья по счету век пур, как и в любой шаббат, новомесячье или праздник. Мусав устроен как Мусав. Я хочу остановиться на двух моментах. Во время повторения молитвы Мусав, сейчас скажу, страница какая? Страница 224. Во время повторения молитвы Мусав, перед Казушевой, в какой-то части молитвы, есть важный пьют, который, наверное, самый важный пьют молитв Рошана и Йонки-Пура. У нас принято читать этот текст два раза в Рошана, в первый и второй день в Рошана, и один раз в Йонки-Пур. Всегда во время повторения кантера молитвы Мусав. Я в прошлый раз рассказывал, значит, есть красивая легенда, написанная в книге 13 века, что в 11 веке в Германии, в городе Майнс, жил еврей, которого звали, он был великий мудрец, святой человек, которого звали Раби Амнон, и он был приближен к какому-то князю местному, и тот уговаривал его креститься, тот, естественно, не соглашался, и в какой-то момент он начал на него очень сильно давить, прям угрожать, и тогда Раби Амнон испугался с колдами три дня подумать. И, значит, придя домой, он понял, что совершил страшную ошибку, что как можно было даже такое сказать, что какого подумать, на чем тут думать. Через три дня он не явился, тогда тот прислал за ним, за Раби Амноном стражников, те привели его насильно, и сказал, вот как ты такой наглый, значит, какой он, и страшным образом устроил ему экзекуцию, не буду здесь описывать, отрезал ему много чего, и, значит, это было в канун Рошашана, в канун еврейского Нового года, значит, и вот Раби Амнон попросил, истекающий крови Раби Амнон попросил, чтобы его Рошашана принесли в синагогу, положили перед Армакодышем, перед Ковчегом соседком Торы, и перед тем, как Кантор, повторяя молитву Мусаф, приступил к чтению Катуши, части повторения Мусафа, он сказал, остановись, я хочу произнести свою молитву, и он произнес вот эту вот пиюту Натана Токова, значит, и в конце этого пиюта его душа вышла, и Раби Амнон поднялся на небо, он исчез, значит, он не просто умер, он вознесся на небо, как мортир на святой мученик, значит, и вот отсюда, как уберется молитва Натана Токова, да, проблема в том, что, во-первых, текстуально не совпадает с стилистикой пиютов 11 века, во-вторых, нашли Каирскую генизу, в которой есть текст намного более ранний этой молитвы, там, 7-го, возможно, даже 6-го века, достоверный этот текст молитвы Натана Токов, этого пиюта, это очень, это пиюта, он очень древний, он намного более древний, чем точно, нам точно знают, что как минимум 7-й век, скорее всего, и 6-й век тоже, есть исследовательница, которая сейчас достаточно убедительно доказала, что автор этого пиюта это Янай, один из двух главных авторов пиюта, живших в 4-м, в 6-м веке, как раз совпадает, она провела лингвистический анализ, и очень много совпадает со стилистикой Янай, это не значит, что история, и проблема, что Амнон, это имя, которым явление пользуется, в Германии в 11-м веке, но это не значит, что этой истории совсем не было, может быть, какая-то такая история была, и он просто произнес, малоизвестно, этот момент пиют, древний, уже к 11-му веку, а потом благодаря этому он стал так популярен, в любом случае, это важный текст, стоящий из нескольких частей, который говорит, «Унтана только в душезаем», и мы воздадим святости этого дня, «Паски унурабаем», он страшный, ужасный, трепетный, «Уботлина сэнглхатеха», и в этот день вознесется царствие твое, и так далее, то есть здесь, первая часть говорится про царство Бога, что Бог воцаряется, это подходит к теме Рошешана, на самом деле больше теме Мьгипура, и говорится про то, как даже ангелы трепещут, когда Бог восходит на престол, и все творения проходят по нему, поодиночке, как пастух, который проводит свой скот под посохом, то есть он кого-то помечает, овечка уже помечена, она еще бегает радостно, она не знает, что завтра она пройдет в шашлык, в Рошешана будут записаны, а в пост Мьгипура будут запечатаны, сколько умрут, сколько родятся, кто будет жить, кто умрет, кто от старости, кто молодым, кто от воды, кто от огня, кто от меча, кто от зверя, кто от голода, кто от жажды, страшные такие всякие, кто будет унижена, кто возвысится, здесь нет перевода, к сожалению, я перевожу с листа просто, я читаю еврейский текст, перевожу вслух, 225-я страница, а раскаяние, молитва и благотворительность убирают плохой приговор, если человек даже был вынесен плохой приговор, но человек раскаялся, он просит у Бога прощения, он молится, и дать ему благотворительность, это помогает, ибо как имя твое, так же и воспаление твое, ты тяжело гневаешься и легко прощаешь, ты не хочешь, чтобы человек умирал, а ты жаждешь, чтобы он вернулся из своих плохих путей, жил, и до дня смерти будешь ждать его, чтобы он вернулся, если он вернулся, сразу же примешь его, значит, и дальше говорится про то, что человек, он такой, он из праха, и он в итоге вернется в прах, и с трудом зарабатывает себе на хлеб, он как, он похож на разбитый черепок, как траву высохшую, как тень, которая проходит, как облако, которое исчезает, как ветер, который подул и исчез, как пыль, которая летела, а ты, царь, живой и сущий, значит, это такой сильный текст, как бы поэтический вообще сильный текст, во-первых, очень красивый иврит, на редких прям красивый иврит, во-вторых, кто хочет, кстати, интересные тексты для изучения иврита, пьют он тантоков, это прям, вау, это классный иврит, сплошное удовольствие его читать, значит, во-вторых, как бы, ну, поэтические, он тоже сильные образы, противопоставления, как бы, мимолетности жизни человека, которая противоставляется вечности Бога, очень, очень сильная, очень сильная молитва, одна из, стала одной из главных молитв, про Шона и Ёмки-Поро, читается в Мусафе, обратите внимание, есть мелодии всякие красивые, на которые поют, ну, там, не знаю, не знаю, на какую мелодию здесь приятно, в чем, значит, дальше, на странице 235-й начинается еще один раздел, который есть только в Ёмки-Поро, время повторения Мусафора, Кантера, значит, это порядок служения первосвященника в храме в Ёмки-Поро, я, это достаточно длинный текст, на сложном средневековом обрите, где описывается, значит, нужно сказать, что, когда был храм в Юрацелиме, то в Ёмки-Поро народ приходил в храм, и там был, в Ёмки-Пороо в храме имел право служить только первосвященник, в обычные дни служат разные коины, но в Ёмки-Пороо, вся служба Ёмки-Пороо, она может быть совершена только одним человеком, только первосвященником, это, как бы, самая важная служба в году, в Ёмки-Порооо, единственный раз в году первый священник заходил с святая святых, с воскорением, туда, куда заходить нельзя, и написано, что если он был недостаточно очищен духовно, он там умирал, поэтому к его ноге привязывали цепь, что в случае, если он оттуда не выходил сам, его другим туда зайти нельзя, его тело просто цепью вытаскивает оттуда, то есть нужно быть достойным каким-то человеком, чтобы туда зайти, у нас нет служения, в храме, поэтому вместо служения мы произносим текст, где-то, особенно это относится к периоду раннего средневековья, сочинение этого текста, может быть, еще более ранний, тут мне не хватает знаний лингвистики, это какой-то, это очень, очень какой-то сложный иврит, может быть, это израильский иврит первых веков нашей эры, а может быть, это средневековый, я не знаю, надо посмотреть, я не посмотрел, когда я хотелось к этому уроку, не подумал, значит, но нам засчитывается как бы это чтение этого текста, как служба первого священника в храме, он длинный, тоже достаточно сложный для прочтения, поэтому читайте в том темпе, в котором вам комфортно. В ходе читания этого текста несколько раз кланяются Ниц, падают Ниц, в Йом-Кипур, в Рошана мы делаем только один раз, и в Йом-Кипур мы делаем несколько раз, когда мы говорим, что первое самое время мы в Ифалии в Шабеях и в Мусафе, и потом, когда читают, что первое священие, когда он заходил святая святых, то весь народ падал Ниц, и мы тоже падаем Ниц, это важная часть служения, как сусство, то в том, чтобы ощутить себя как будто бы каждый из нас чувствует себя не просто участником службы в синагоге, а как будто я первое священие, как будто бы я центральный персонаж этого дня, это важный момент. Значит, это то, что я хотел сказать про утреннюю молитву. Дальше есть послеобеденная молитва Минха, четвертая молитва Йом-Кипура. она похожа на молитву, она более короткая, более простая. Во время молитвы Минха читается Тора, как и во время утренней молитвы. И после чтения Тора у нас есть обычай, этот обычай древний, еще с полнотических времен. После чтения Тора каждый шаббат мы делаем, мы читаем отрывок из книги пророков, из одной из книг пророков, то, что называется «Чтение авторы». Связано это с периодом, когда в Персии шла борьба с текстом Торы. Я забыл имя этого царя, какой-то из персидских царей запретил евреям читать Тору, но пророков, книги пророков не запретил читать. Евреи в шаббат приходили в синагогу, Тору читать не могли, а что, как быть, так они читали, находили отрывки у пророков, которые параллельно теме недельной главы читали. Это обычай с храницей, это одна из версий, откуда появился все авторы и другие версии. Самый важный отрывок авторы в году это читается в молитву Минха в Юг-Кипур, тоже называется «Мафтир Юна». Автора, в которой читается книга Юна. Книга Юна – это одна из книг Танаха, пророк Юна. Очень красивая история. Некий человек, которого еврей, судя по всему, не судя по всему, он так, здесь нашел еврей, которого Бог направил в Ниневию. Ниневия – это главный мегаполис Древнего мира, на территории к северу от Израиля, где-то, помню, территории Турции сейчас, мне кажется, находится с Ниневи. Значит, город грешников, ну, естественно, как любой мегаполис, город, как там греха и чего, это нет, не как, город, город греха. Нью-Йорк, город чего-то, чего-то, контрастов. А? Контрастов. Ниневия – город Контрастов. Значит, и Юна не хочет туда, идти, и он убегает от Бога. Значит, он садится на корабль, который плывет в обратную сторону. И Ниневия, как бы, это северо-восток, где-то в сторону Турции, там пешком, там по морю не доплывешь до туда. А он садится в Средиземное море, в Яфу, в Тель-Авиве. Значит, на корабль плывет на запад, в сторону Греции или Рима. Ну, Рима еще нет, но туда, в сторону Дюссельдорфа. Значит, и, значит, Бог насылает бурю, и, значит, моряки пытаются понять, что произошло, и он говорит, это из-за меня, это буря, выбросьте меня. Они выбрасывают его в море, и его глотает рыба, и он плавает в серии этой рыбы, молится там. Есть очень интересный текст. Может быть, если у нас будет время, можно будет сделать урок про книгу Юна. Это потрясающая книга для одной из моих любимых книг Танаха. И рыба выплевывает его на берег, и он идет в Нинейбю и спасает ее. Значит, говорит, что через 40 дней Нинейбю перевернется, Нинейбю перевернется, они раскаиваются, и они спасены. Случилось чудо, она Нинейбю не перевернулась. Значит, есть много объяснений, может, если мы в портале урок поговорим, почему читают эту книгу. Значит, какой-то смысл. Но идея как бы центральная в том, что человек, который пытается убежать от Бога, это аллегория, вечная проблема, как бы всем нам известная, всем пытаемся убежать от Бога, пытаемся убежать от себя. И Юн Кипур, как бы, это день, который возвращает нас обратно. И эта книга говорит о беспочтенности, бесполезности такого, так сказать, такого порыва. Не убежишь, убегать некуда. Плюс, как бы, вторая идея этой книги, говорят, что он Юна очень не хочет, он говорит, они грешники, зачем ты спасаешь их, они плохие люди. И когда он спасает, не на вес спасена, он очень переживает по этому поводу, ему плохо от этого, он сидит и грустит в пустыне за городом. потому что он говорит, зачем я это сделал, они дальше будут грешить. И Бог ему объясняет, что ты не понимаешь, как я люблю людей. Это книга, которая говорит о любви Бога к человеку. Там растет, делает чудо, вырастает какой-то растений, кикайон, не забыл, по-русски есть какое-то слово, в котором переводят это, кикайон, плющевица какая-то или что-то такое. И она за ночь вырастает, а утром приходит червь, ее сгрызает, она высыхает за один день, и она плачет, ему ужасно, он готов умереть от досады. Бог говорит, тебе жалко вот это несчастное растение, которое ночью только сегодня выросло, его уже нет. Подумай, как мне жалко человека, которого я сотворил. Бог жалеет человека и проявляет к ним милосердие. Это суть, это как бы вот об этом говорит эта книга. Она короткая, она читается во время молитвы Минха в Ёмки-фур. Стоит. Молитва Минха это тяжелая молитва, потому что у всех уже закончились силы, все уже голодные, но еще есть время до окончания поста, еще достаточно, не вот-вот. Поэтому люди клюют носом, уже думают о том, мысленно они уже в бульоне плавают, но есть хороший повод Минха не засыпать, а послушать эту книгу. Она того стоит. И последняя последняя молитва Ёмки-пура, пятая молитва Ёмки-пура, это единственный день в году, когда евреи читают пять молитв, это молитва Нейна. Значит, молитва Нейна начинается на странице на странице 316. Нейна – это слово лин-ольк, ман-ольк, замок, запирать, запирающая молитва. Нужно сказать, что раньше вообще читали молитву Нейла в разные посты, но у нас сохранилось обычай читать ее только один раз, когда только в Ёмки-пур. Это молитва, которая читается перед заходом солнца, перед окончанием поста. Идея в том, что заканчиваются 10 дней раскаяния, это последняя возможность, когда вот сейчас поезд идет, вот сейчас ворота закроются, и все. И он закончится, и мы пытаемся заскочить как бы на последнюю ступеньку ходящего поезда, запрыгнуть в эти закрывающиеся ворота. Это очень красивая, важная молитва. Наверное, это самая важная молитва в году. Часто на нее приходит больше всего людей. И в тексте молитвы мы меняем просьбы, когда, например, мы все 10 дней раскаяния просим «катвейну басэфархейн», например, «запиши нас в книгу жизни», то в молитве Нейла мы читаем вместо этого «катвейну басэфархейн», «запечатай нас в книге жизни». Просим, чтобы уже все записывать уже поздно, но просим, чтобы Бог поставил печать, что у нас хороший приговор. И молитва Нейла заканчивается на очень позитивной ноте. Она заканчивается на странице 351. чтением трех строк в серой рамке «шмай исраэль», «барух шэм квот» и «адонай гору им». Это три декларации еврейской веры. Мы, как говорим, что мы верим, уверены, что Бог нас простил, мы уверены, что мы теперь новые люди, мы уверены, что мы абсолютно чистые, и мы заново принимаем на себя веру в Бога. Мы как бы только что переродились и на следующей странице читается Кадиш на особую радостную мелодию и в конце после Кадиша поется в конце серой рамки «Алашана Абаби Рушалаем». Часто говорят «Алашана Абаби Рушалаем в следующем году в Иерусалиме, в следующем году в отстроенном в Иерусалиме. Мы уверены, что теперь все хорошо и теперь это 352 страница. Есть и принято тоже в середине Кадиша, есть после Кадиша турбить один раз в шафар во время Молизы Емки-Пора, тем самым как бы говорят, что Емки-Пор закончился. Заканчивается он на поездивной радости это ощущение конца Емки-Пора мы заканчиваем радуясь не потому, что мы сейчас пойдем есть потому, что это как ребенок который испачкался он был такой грязный и вонючий и все знаете мама взяла его в ванну все с него сняла помыла и он теперь благоухающий чистый мы 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 весь год грешили 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 на самом кеппор и все чисто мы выходим из кеппора и нам хорошо мы глухаем это ощущение радости важно его прочувствовать в конце кеппора и это важная часть нашей веры в том что бог прощает грехи потому что мы можем справиться мы можем стать лучше да это собственно говоря заканчивается мэрица емки пороги вечерняя мэрица на исходе емки пороги потом переходим к этим это такой краткий экскурс не знаю насколько получилось мне кажется менее скомканно чем в прошлый раз надеюсь что это было как-то какие-то вещи вы смогли для себя извлечь которые пригодятся и будут полезны в самом кеппору что-то получилось запомнить вопросы есть пожалуйста тут большая часть транскрипции чем перевода получается состоятельность того что важнее считать на иврите вместе со всеми не понимая смысла или как правильно вообще я не знаю чем руководство состоит этом отзора это ранний клянь не знаком с фрам но есть это большой вопрос читать молитвы в переводе или по транслитерации есть проблема с переводом молитв потому что во-первых хороших переводов очень мало во-вторых есть проблема что это древние тексты и каждый кто занимался переводом древних текстов знает что это беда беда потому что часто мы не знаем просто какое-то слово переводится в науке это неизвестно или это какой-нибудь поэтический текст где есть разночтение которое заложено он имеет несколько смыслов и он специально так написан в переводе часто не получается это сохранить есть это просто поэзия это обидно и жалко есть великие переводчики которые получаются мы их за это очень любим но если это молитва это вопрос как бы сакральный мы читаем не то что написано мы читаем не тот текст но есть например в Шма-Исраэле у нас есть слово тотафот мы не знаем значение этого слова мы не знаем что есть всякие догадки и так далее что оно означает переводится будет украшение между глазами но что на самом деле означает слово тотафот нам неизвестно оно утеряно значение этого слова И ученые тоже, по-моему, я не слышал, что кто-то смог восстановить Переводят как бы на пол Поэтому, когда мы читаем в переводе, всегда мы теряем часть смысла текста С другой стороны, когда мы читаем с транслитерацией, то мы не понимаем, что мы читаем Поэтому оптимальный вариант – это читать оригинальный текст, следя, заглядывая в перевод Может быть, заранее открыть, посмотреть этот текст, все эти уроки, какие-то смыслы Может быть, не все молитвы, но каких-то мест молитвы наиболее значимых для себя заранее обозначить Важно теперь, когда есть молитва в общине, особенно в Йон-Кипур, то есть проблема, когда в русскоязычных общинах, например Когда люди не умеют читать на иврите, люди теряются, они могут следить, и общественная молитва становится не очень тяжелой и не очень общественной И тут транслитерация сильно помогает, потому что намного проще следить за, исследовать за кантером Поэтому, да, есть большой смысл в том, что издают, и большое спасибо Руквейну за то, что он достал этот молитвенник Мне кажется, это очень-очень значимо, это сильно упрощает задачу для прихожан Но вообще учите иврит, это полезно Очень интересный язык Хотя, хочу сказать, что многие места в молитве все спросятся современного залитянина Он не сможет вам перевести, и он не будет, значит, вам не означать, потому что это сложный иврит Какое-то там служение, первосвященник, там всякие такие игры с корнями Иврит же, он как конструктор лягот, берешь трехбукванный корень, строишь на все что угодно Но в средние века еврейские поэты практиковались, придумывая такие значения корням, которых нет в иврите То есть, на самом деле, когда ты понимаешь, что, а, ага, так на самом деле тоже можно было, да Но когда ты читаешь, что все-таки не понимаешь, что имеется в виду Плюс грамматические всякие конструкции тоже не существующие в иврите, которые они придумывали И считаешь, что так можно Поэтому некоторые места сложно воспринимаются Ну вот, например, молитва Натан Токов написана на очень простом иврите, красивом, понятном, любом человеку У нас начинаются курсы иврита для тех, кто вашим чемпионатом, для тех, кто уже знает, как вам совет Спасибо за внимание Всем хорошего, сладкого года Чтобы все наши мальчики были услышаны, приняты Чтобы у нас был диалог с Богом, диалог с собой, диалог с твоими близкими Чтобы у нас получалось его выстраивать Хотелось бы все лучше и лучше Спасибо 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 Продолжение следует...